Излюбленное место четинцев для ловли рыбы в одночасье превратилось в полосу препятствий. На озере Кенон прошел открытый чемпионат Забайкальского края по зимним трековым автогонкам. 300-ти градусный мороз, ослепляющая белизна снега и лед под колесами. Зимние трековые гонки автомобилисты считают одними из самых сложных. Несмотря на это, число любителей погонять на льду увеличивается с каждым годом. Отечественные и иностранные всего 4 класса автомобилей, переделанных до неузнаваемости. Около 40 экипажей со всего Забайкальского края решили проверить на соревнованиях не только уровень своего мастерства, но и технические характеристики гоночных болидов, которые совершенствуют каждый год. Подготовляется подвеска, обнижаем машины, ну и так далее. Александр Папин – профессиональный гонщик и неоднократный победитель подобных состязаний. Он уверен в себе и в своей машине. Перед началом заездов показывает новичкам, что можно сделать с машины на льду. Но с оговоркой, на дороге такие пируэты не повторять. Лучше еще раз проверить готовность автомобиля. Если лобовое стекло стоит, задние не стоят. То есть пыль создается в машине снежная. И так же и на грунте тоже самое. Во-первых. Во-вторых, меньше сопротивления ветра. То есть машина продувается вся. Ну в принципе, очки одеваешь и поехал. Преодолеть лед снежную пыль и соперников в этом году удалось только четинцам. В классе заднеприводных болидов лучшим стал Игорь Синатрусов. Среди переднеприводных машин первым пришел Павел Редькин. Не было равных на трассе Павлу Агапову в классе полноприводных автомобилей типа УАЗ. Павел Сафронов обогнал своих соперников в классе полноприводных машин типа Джип. Ольга Вайложникова, Сергей Мозыр, Вести, Чита.